Евпаторийский трамвай – настоящий музейный экспонат. Первую линию в городе пустили в 1914 году. Здесь еще можно встретить восточно-германские вагончики ГОТА – самые старые рейсовые трамваи в Украине. И ходят они по одноколейному пути. Евпаторийская трамвайная колея была построена по немецкому проекту. Ее ширина не превышает одного метра. Поэтому и городским, и республиканским властям еще придется поломать голову, где и у кого взять новый подвижной состав для Евпатории. Во время гражданской и отечественной войн трамвай не работал. После них перед городом стала проблема. В Советском Союзе вагоны для узкоколеек больше не производились. С момента развала СССР и по сегодняшний день Евпаторийский трамвай испытывает серьезные финансовые трудности. В первую очередь несвоевременная выплата зарплаты из-за несвоевременно полученной субвенции за льготные категории пассажиров. Перевозим мы их более 70%. У нас город пенсионеров, поэтому у нас вот эта проблема стоит постоянно. Государственные дотации сократились, образовались задолженности по зарплате и электроэнергии. Не хватает кондукторов и водителей. Парк вагонов сильно устарел. Срочно требуется капитальный ремонт, как минимум половине вагонов. Большое количество людей в коллективе работает более 20 лет. Семьями работают. Поэтому, конечно, мы старались поддерживать, но сколько ни выжимает, 20 лет выжимали, выжимали. Все так оно в упадок, конечно, поэтому потихонечку и приходило. Крымские чиновники заверили, Евпаторийскому трамваю дадут зеленый свет в виде дополнительных дотаций. В целом, на город из крымского бюджета планируется выделить 23 миллиона гривен. На погашение там 260 тысяч гривен, которые необходимо погасить за должность за февраль месяц. На улучшение трамвайных вагонов планируется 15-20 миллионов на этом этапе выделить. Такое же количество средств необходимо, и мы планируем выделить на контактную сеть. Несмотря на то, что в последние годы отмечается значительное увеличение перевозок маршрутными такси, трамвайная линия до сих пор пользуется большой популярностью у отдыхающих. Ведь помимо Евпатории такой узкоколейный транспорт есть в Виннице, Житомире и Львове. А в России подобное чудо осталось только в Калининграде и Пятигорске. Юлия Кузьменко, Андрей Тымчук, Служба новостей ТВ, Евпатория. Субтитры создавал DimaTorzok